у меня прям эфир всем привет ребятки кто присоединяется приветики с настроением колбаса или варенье так что там происходит спасибо так ребятки всем привет можно я присяду куда-нибудь чтобы нас им поболтали нормально всем доброй ночи тем кто не спит или тем кто проснулся не знаю может быть в других странах откуда у меня здесь ребята хочу узнать из каких стран не слышно привет вы так слышно вот сейчас слышно скажите мне слышно слышно россия архангельцы арханда что не слышно ну как не слышно если слышно что нет звука блин волгоград волгоград привет привет блин юлечка тебя не слышно что мне надо сделать смысла звука нет ну что сейчас нет звука что-то блин пожалуйста ребят каждый если звук или нет но сейчас так ребятки всем доброй ночи дубль 2 записываем всем доброй ночи рассказывайте как у вас настроение по поводу моего поведения и вообще давайте задавайте вопросы активно с удовольствием вам отвечу на то что происходит у нас на поляне какие новости и вообще что вы думаете по нашей паре по моему поведению с экрана мне очень важно ваше мнение хотелось бы узнать ты была когда-нибудь в архангельске может знакомые живут нет у меня не было ни разу в архангельске у меня знакомых там нет к счастью или к сожалению нет слышно вот сейчас хорошо что слышно поэтому я с удовольствием отвечу на ваши вопросы пообщаюсь с вами потому что мне интересно то что думаете вы меня важно здравствуйте доброй ночи ты была в мурманске не было в мурманске по россии очень мало где я была вы очень красиво ярко пара спасибо юлька привет красотка привет лариса привет здравствуйте солнышко ты спасибочки так вы сладкие очень мы сладкие очень привет красотка приветики настюша привет доброй ночи лучше очень вас любим и желаю всего самого наилучшего ты красотка супер пару очень друг другу подходите виктория благодарю я очень рада что вижу тебя тут спасибо спасибо но ты ведешь себя как учительница так хороший пар смотрите ребята я скажу так что я не хочу вести себя как учительница потому что этот образ мне совершенно не интересен ну как бы если я доношу с ней сегодня тоже об этом уже сказали если я доношу информацию для своего мужчины это воспринимают как то что я педагог я не считаю я так не считаю иначе мне стоит вообще не разговаривать со своим мужчиной мужчиной или как на 5 лакт его похожи разговором я не знаю хорошо или плохо так любимое любимое качество в игре мужесть мужественность забота внимательность ты яркая личность очень интересно тебя слушать и смотреть на тебя в эфирах а а а да 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 мне кажется спасибо огромное мне кажется ты юляшка переигрываешь от рисулька двое не знаю я надеюсь что в скором времени вы поймете смотрите такая история на проекте нельзя долгое время перри играть потому что когда ты играешь это все становится явно я здесь нахожусь уже месяц и две недели и могу сказать что за все это время мое мое поведение как было таким так и осталось то есть если бы я играл то она уже давно вскрылась не на через неделю наверно может раньше вот поэтому только время только какие-то ситуации показывают сущность всего происходящего расскажите пожалуйста вы смотрели ли эфиры в нашей номинации с игре ну к нам как паре поэтому наши номинации такие номинации игре каково ваше общее мнение по поводу всего происходящего привет твоя привет привет настя что за настя политех привет привет это же привет привет плитех плитех привет мило очень спасибо как у вас дела у нас дело хорошо сегодня не так хорошо как всегда но джордж у меня хорошо привет из урожа привет привет девчонки привет мой любимый город где родилась привет так сложным пасть на проект и послушайте ну я не знаю как сложно или нет если ты яркий человек наверно самое главное четко понимать почему ты идешь если ты достойного места тут метод на месте с удовольствием примет сколько вам лет мне 26 лет игорь очень харизматичен ты еще ярче мне очень приятно спасибо большое игорь правильно сделать что удалов черную метку и это не низко это нормально если есть возможность я считаю что любой человеком вправе воевать и за свое место да он таким образом воевал мне важно что как бы прийти просто не было нужды в черной метке он так было номинации если бы как бы одно дело не стоял номинации это другой разговор но ситуация в том что он уже стоял на номинации и мне важно что он после принял решение сам рассказал об этом очень красивая пара меня в комментариях за вас разносили да ты что в каких комментариях расскажи пожалуйста смотрю эфиры не пропускай за вас нам так приятно правда нам очень приятно какой по вашему мнению схожи мы с игре мне схожи чтобы поменяли не знаю как зрители чего чтобы нам порекомендовали поменять может быть восприятие нас просто нам очень много приходит сообщение того что я вот топлю топлю меня очень много очень много и из-за этого как бы якобы не видно не слышно игоря поэтому я я так не считаю и именно поэтому мне хочется услышать ваше мнение со стороны всего происходящего середина сейчас участие да среди общаемся я общаюсь со всеми даже независимо это были конфликт не было конфликт я общаюсь со всеми на себя на нормальной волне здравствуйте 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 да да зря игоря отдал черную ветку феде ну это уже все произошло ну как бы это свершившийся факт сохранишь и пожалуйста конечно сохраню не всегда нравится твой тэп разговор о я очень быстро разговариваю порой я сглотываю слово но я не могу и у меня в действии знать мне в детстве называли язычок под язычком потому что я очень много очень много разговори очень быстро и порой мне кажется у меня мысль опережают слов мысли опережают слова и да и за счет этого когда я говорю одну мысль у меня уже сформировала другая то вы наладили вообще не вселенная смотри мы вселенной да нормально нормальных на нотах общаемся всего буквально недавно она подошла ко мне и говорит юль давай завтра с тобой эфир на этот вопрос решим, потому что изначально, когда я приходила на проект, мы с Еленой, у нас не было вражды, мы цепляли друг друга в какие-то моменты, как происходят стычки в коллективе, но я всегда ко всем с уважением отношусь. Солнышко меня чуть не убили из-за вас в комментариях. А в каких комментариях, я не понимаю. Я сегодня пропустила эфир, не знаю, о чем ты говоришь сейчас, но я обязательно посмотрю сегодняшний эфир. Посмотрите обязательно, напишите потом мне комментарии. Видно, Игорь, что нравится тебе, но ты иногда в Одесский себе ведешь не твое амплуа, а вид у тебя интеллигенты, поведение интересной картинки. Я объясню эту ситуацию. Смотрите, я знаю, это такая тема есть, я ведусь очень интеллигентно, в каких-то моментах высказываю хорошее мнение, здравое, где-то не очень здравое, но имеет место быть всякой реакции. Но ситуация в том, что я иногда веду себя как девочка и ребенок, потому что мне три года была одна без отношений, и мне не хватило, наверное, тот период, возможно, в детстве мне не хватило отношения ко мне как к ребенку, потому что я постоянно училась, что-то делала, в университете получала образование. И сейчас я понимаю, когда там есть у меня отношения, я начинаю такая прям, ну, вся уходить, в детский такой образ. Я ловлю себя на этом, то есть такие небольшие состыковки происходят. Юля, делай кератин очень, и волосы просто пользуются. Ну, блин, у меня, понимаете, у меня есть на голове и кератин, и... У меня волосы кучерявые по своей структуре, прям кучерявые, кучерявые, кучерявые. У меня есть на волосах кератин и ботокс, но он держится у меня месяц, понимаете, месяц. Поэтому... Я смотрела эти эфиры, считаю, что все правильно вы делали, очень точные и праведивые аргументы вы приводили. Вот. Это, ну, нам важно, нам, правда, важно то, что нас слышат, как бы люди просто... Как объяснить? Например, на том ломном, да, когда от человека и заведомо есть видео, где видео выставляют, например, не нас как пара, я вообще не поняла, почему нас не выставили как пару, да, например, видео о наших отношениях. Про всех других высказываются в качестве именно двоих людей. Хотите ли на Сейшелла? Ой, мы не думали об этом. Нам самое главное привести отношения в порядок и решить какие-то вопросы здесь, прежде чем думать о Сейшеллах, я вам честно скажу. Я думаю, что таким образом они показали, что существует дружба и поддержка. Очень красиво было, когда Федя взял на себя, вы очень хорошо отстаивали себя. Спасибо огромное. Ну, спасибо. Но я считаю, что... Отстаивать себя нужно... Как будто корректно сказать. Я не буду ничего говорить. Юляш, как мне нужен рост в 161 лет, это нормально? Ну, конечно, нормально вырастишь, все хорошо. Я всегда думала, я очень высокая, просто у меня рост 178, и мне специально казалось, что, господи, мужчины, все мужчины рядом такие маленькие, потому что у меня рост и высоко было. Был и есть. Я рада, что выглядели пара, они наиграны очень, искренне, гармонично смотрят. Только, знаешь, прикольно будет, если ты подключишь, то... Смотри, я скажу честно. Ситуация в том, ситуация в другом. Ситуация в том, что... Так, что там поговорить по поводу пары Андрея, Полонова и Пинюхо... Пинюхо, так пишу. По поводу... По поводу пары Андрея и Надин. Я к ребятам отношусь хорошо, к Надин очень хорошо, даже неповисимо от того, схода голосования, я даже после хотела полетить, сказать, «Я 5 на 1». Вас... Ну, вы подходите друг к другу, в этом сомнении нет. Просто есть такой момент, как конкуренция, Как конкуренция, наверное, выживание за свое место, именно поэтому побеждает сильнейший, это борьба, это нормально. Так, что там у нас пишут дальше? Сейчас почитаем. У тебя хороший вкус, умеешь одеться, иногда поведение странное, быстрая речь заговоришь. Да знаю я, да, у меня речь быстрая, она у меня всегда была быстрой. И это, если честно, я менять не хочу в себе. Если позволишь, личку напишу, мне хочется поближе познакомиться. Конечно, пишите, я отвечаю по мере возможности, всем с удовольствием, с большим. Я бы сказала, тебе иногда нужно более спокойно реагировать на его поступки, слова и так далее при 40. Ты очень достойная девушка. Спасибо огромное. Правда, спасибо. Но я не могу спокойно реагировать. Господи, я человек эмоций, понимаете? Я не могу реагировать спокойно на одну ситуацию. У меня вот либо черная, либо белая. Мне не бывает середины. Реально, либо так, либо никак. Юр, побольше романтиков. Очень хотелось бы наблюдать за этим. Мне кажется, вы станете еще красивее и ближе. Слушайте, ну, я скажу честно, со своей стороны я там проявлялась максимально романтично по отношению к Игорю, да. Конечно, мне хочется видеть это от мужчины. Просто я такой человек, я могу делать как бы романтики. Вы помните, у меня даже история была там, да, с Юрой, моя недолго играющая. Я и там проявлялась, как бы делала какие-то шаги первые. Но должно быть какое-то взаимно. Взаимно. Когда, ну, взаимность, она вообще такая вещь ведущая. Селена не бывает. Номинации на уход. Это очень странно, ведь коллективы настроены очень негативно по отношению к ней. Ну, что мы можем сделать? Я думаю, что придет и Селена время. Сохранишь эфир, пожалуйста. Конечно, сохраню. Юль, как забыть первую любовь? Четыре года не допускать, при этом парень держит на коротком поводке. Я думаю, что нужно просто обрубить поводок с парнем и тогда обрубиться с самой ситуацией. Ты должна в голове в конце концов понять, что руководит тобой. Те эмоции, которые ты испытывала к нему, они продолжают. Я думаю, что это уже не любовь, потому что четыре года она не будет так долго держать тебя. Просто мне кажется, это старые эмоции, которые тебя держат, и ты боишься найти и поглубиться во что-то новое, чтобы посмотреть на новые эмоции. У тебя свои волосы? Нет, у меня не свои волосы, у меня нарощенные. Вот они мои, нарощенные волосы. Мои у меня не знаю, какой, блин. Вот мои, наверное, короткие у меня. Блин, я не могу даже свои собрать из всей массы. Так, что у нас дальше там? Ты прямо горящими глазами говоришь о своих отношениях. Да, я горящими глазами говорю о своих отношениях, но... Просто у нас сейчас такой этап с Игорем, когда у меня есть какие-то претензии и высказывания, да? А у него он не видит во мне никаких проблем. А я вообще не идеальный человек, вы далеко не идеальны. И я говорю, так я не такая, ты просто ничего меня не раскусил. Получается, я высказываю там какие-то свои недовольства и неприязни. Это выглядит так, как будто я постоянно говорю, я постоянно чем-то недовольна. Но на самом деле это не так. Просто я считаю, что из мелочей, да, если я скажу сейчас мелочи, которые меня не устраивают, будет складываться глобальная картина. Ну, а глобальная картина — это же перспектива будущего. Именно поэтому, потому что я вижу там его в своем будущем, да, я бы хотела строить с ним в дальнейшем отношении, я и проговариваю все эти моменты. Поэтому я не знаю, нужно, не нужно это делать. Я делаю то, что чувствую сердце. Почему не спите? Вот сейчас мы уже ложимся спать, потому что опять час ночи, опять не высыпаемся. Господи, мы спим здесь так мало, просто жесть. Например, мы можем в 5 утра лечь и проснуться, ну, в 9 или в 6. Это очень-очень тяжело именно. Я хотела бы с вами поговорить с личикой, если позволите. Пишите, пишите, конечно. Расскажите про Испанию, пожалуйста, и знайте ли испанский. Нет, испанский не знаю. Hola, gracias. Это все, что я знаю на испанском. Итальянский я знаю. Так, кто знает итальянский, я поговорила на итальянском немножко. Так, так, так. Юля, я сказала, что да, я думаю, что ничего страшного, потому что рост 160 в 11 лет. Ты красотка, да, спасибо огромное, умная, достойная. Юля, почему вы не желаете учиться и дальше развиваться? Почему же? У меня два высших образования. Экономика, менеджмент, недвижимость и новость технологий в Петербурге. Причем у меня красный диплом даже и медаль в школе. То есть я обучению очень много погружалась. А когда, почему не желаю, я начинала даже арабский изучать, когда работала в Петербурге, потому что последние годы я занималась экспортом за границу упаковочного оборудования. Вот, а желание развиваться у меня есть всегда, потому что только развитие – это двигатель нашего прогресса по жизни. Когда Арефьев вернул на проект, это было нечестно. Господи, Саша, это просто… Вы знаете, Саша – это единственный здесь из немногих людей, кто настолько запал мне в душу, очень. Она прямо настолько мне близка стала. Я по ней очень скучаю. Мы переписываемся с ней каждый день, правда. Это мне максимально близкий человек был на проекте. Все классно, го. А у Игоря какой рост? У Игоря метр девяносто два. Мозг быстрее работает, чем язык? Мозг работает быстрее, чем язык. Потому что мозг работает быстрее, чем язык. Очень много мыслей в голове. Илья и Настя вместе. Да, ребята вместе, да. Как тебе пара Алена и Макс? Вот если вначале я не верила в эту пару, да, в искренность этих отношений, сейчас я могу сказать, что они развиваются очень даже так продуктивно. Как это можно назвать? Назвать что? Ты очень простая, хорошая девочка. Спасибо огромное. Научи Шофею, как нужно поддерживать своего парня. Ну, нет, ну почему я должна учить Яну Шофею? Я считаю, что учить кого-то... Я могу дать совет кому-то, да. Могу высказать свое мнение по какой-то ситуации, но учить кого-то я точно не считаю нужным. У них есть свой формат отношений, у нас есть свой формат отношений. И все. Кто-то там кому-то позволит, например, оскорблять в отношениях, кому-то поднимать руку. У каждого отношения... Можно оценить как бы общие, да, моральные принципы. Ну, может быть, кому-то это нормально. Другой вопрос вообще, в принципе, по жизни нормально это или нет. Если человеку все устраивает, человек продолжает в этом жить, я считаю, что люди находятся до тех пор вместе, пока им комфортно. Потому что когда людям некомфортно вместе, они уходят из отношений. Как бы они ни говорили, что о, мне не нравится то, мне не нравится это. Ну, в таком случае тогда всех все устраивает. Бровки классные. Спасибо большое. Спасибо. Привет, Юляшка. Привет. Юлька, тебе нужен шейх. Почему шейх? Почему шейх? Юля, эфир на три дня вперед. Да? На неделю назад эфир. Как относится к Должанскому и его девушке? Так, к Коле Должанскому как я отношусь? У нас, кстати, на этой неделе будет классный эфир с Колей Должанским, который выйдет, как мне кажется, в пятницу. В пятницу, да. Там на ББ, на ББ будет. Ой, Коля Должанский, это персонаж... Вообще, мое мнение по Коле Должанскому, знаете, какое? Я считаю, что ни Селена, ни Катя, они настолько его не вдохновляют, настолько, чтобы он стал обычным человеком, который будет просто жить, радоваться жизни, рожать детей. И именно поэтому я считаю, что Коля Должанского нужно переселить на поляну к нам, то есть из СССР, и спроводить Катю. А после Коля Должанскому познакомиться с достойной девушкой. Я думаю, что просто девушки его обременяют на те действия, которые исходят от него. Это мое мнение. Что выиграть, во-первых, здесь, и что бы ты изменила? Нет, смотри, я, короче, считаю, что Юлия, я так понимаю, да? Юль, я считаю, что людей кардинально менять не нужно. Ты либо принимаешь человека таким, какой он есть, либо ты его не принимаешь. Именно поэтому у нас есть определенные нюансы, которые мы сейчас с Игорем оговариваем, и пока что я не понимаю, это ли его натура, либо это отношение к определенным ситуациям. Все. Менять я не хочу ничего. Я хочу работать над отношениями, над реакцией, над определенными ситуациями. А кардинально каких-то качествей точно нет. Потому что на всей Земле есть такое количество людей, и для каждого человека я свой человек. Не нужно там, если вы пробуете понимать, что ваше время уходит, да, и уже заведомо отношения не приходят ни к чему, тогда зачем это время тратить? Так, правильно, ты не чувствуешь, что он молод для тебя. Всем помню. Что? Я не знаю, как надо реагировать. Смотри, молод для меня. А молод в каком плане? Ментальном вы имеете в виду? Вы имеете в виду в каком плане? Не понимаю немножко. Вирок сегодняшний, Захар, очень некрасивый поступает к киянине. Не думаю, что пара, которая какой-то отношения должна забывать про мальчики и так далее. А Захар расслабился. Захар расслабился. Ну нет, он же сделал недавно свидание там с енотом или что-то такое. Я тоже смотрела в эфире это. Просто самое важное, чтобы у ребят не пропадал трепет по отношению друг к другу. Потому что когда пропадает трепет, да, вот тех проблем, которые они решают, после этого очень тяжело уже наладить какой-то контакт в дальнейшем. То есть если ты раз сказал какое-то, да, матерное слово, которое скормило другого человека, то в следующий раз это слово нельзя будет обойти. Ты его примешь как уже за нормальность жизни. Он скажет тебе два раза, два, три, четыре. И после этого эти слова будут постоянно апеллировать в ваших конфликтах как на уровне «Привет, как дела?». Вот это уже страшно. И тут я не знаю, как бороться с этим, честно. Здесь нужно, может, какие-то стоп-слова искать. Честно, я не представляю. Вы работали по профессии? Я работала, занималась экспортом за границу упаковочного оборудования. Я же говорю, я работала, да, да, да. Моя девушка, моя красавица! Господи, вот здесь я, короче, хочу просто отправить большой-большой пламенный привет моему самому близкому человеку, да, вот кроме сестра у меня, да, это ближайший мой друг. Но у меня есть одна ближайшая моя подруга, ее зовут Джина Изюмская. Она, кстати, тоже была на проекте здесь. Она была очень-очень много лет назад. Давайте ее всем передадим ей привет и отправим поцелу. Поцелуя для моей Джиночки Изюмской. Тысина Кандалаки, а что, я не знаю, просто тысина Кандалаки тоже так быстро разговариваю. Или я так быстро разговариваю. Или мы вместе. Алена, твой вес, я не знаю, сколько у меня 58-59, ну вот около этого. Алена, фу, да почему стадоба, за что стадоба, за то, что она пытается построить отношения с молодым человеком, за что стадоба, ей что нужно на себя пранжой одеть. Я, конечно, смотрю проект, я видела с тобой, ба с тобой, два крайних фирма. Мне понравилось, как ты отставил свою порту очень искренне. Я всегда тебе помню именно такое, с самого нашего детства. Спасибо, Иришка. Вот Иришка, это тот человек, который учился даже со мной в школе. Будьте счастливы. Спасибо огромное. Правда, мне очень приятно. Очень красиво. Спасибо. Ой, наша паблика, ой, наша, господи, фан-группа, кстати, спасибо огромное. Наращивать волосы не вредно для своих волос? Я не знаю, я наращиваю года три, наверное, без остановки уже. Я, честно, я не ходила без наручных волос, я не могу ходить без наручных. Мне кажется, что я без наручных просто лысая. Пригнили, когда у тебя там есть 300 капсул, ну это очень много. Это такой, чтобы вы понимали, вот, например, охват своих волос, это вот такой толстый прям вот пучок. И когда, как бы, ты снимаешь наручные волосы, кажется, что у тебя на голове просто ничего нет. Поэтому я не люблю ходить без наручных. Он тебя, он тебя любит, это видно, он поменялся. Ну, о любви еще рано говорить? Очень рано, очень рано, очень рано, очень рано, ребята, очень, очень, очень рано. Сколько тебе лет? 26. Привет, привет. Приветики. Мне 26. Такие девушки, как ты, из простых мужиков, генералов делают. Смотрите, я скажу честно, я такой человек, мне... Я могу очень много, я отдаюсь просто максимально много, да, мужчине в отношениях и порой, наверное, в ущерб себе, хотя это неправильно. И мне нужно получать такую же взаимность. Когда я не чувствую взаимности, энергоотдачи и прочих моментов, я... У меня начинается обратная реакция. Вот почему я говорю, что я максималистка? У меня либо белая, либо черная. Ты очень яркая, огонь. Спасибо огромное. Спасибо большое. Красивая. Наконец-то я вижу тебя в ночном эфире. А что там в ночном эфире? Расскажи мне, Джина, что там показывает в ночном эфире? А, кстати, Джина, у меня для тебя информация есть. Я тебе потом напишу сообщение. Голосовое. Да, тут уже мне прям кипит-кипит все. Алена позорище. Губы маленькие какие-то, маленькие. Надо еще добавить. Мне добавляло раз, наверное, 12-11. Можно еще обмахнуть второй раз. Сегодня мы выиграли. О, мои поздравления просто от Джина Михайловна. Мои-и-и. Мы выиграли международокон. Подожди, а когда вы выиграли? Все, теперь он... Просто Джина, это человек, который, на самом деле, сподвиг меня к проекту Дом-2. Я даже расскажу вам предысторию. Хотите, правду? Я приходила на кассе. У меня было, наверное, лет 18. Да, 18. Я была с только таким ребенком, маленьким. Я приходила на кастинг. Я познакомилась с ней в 18 лет. Она проводила кастинг на Дом-2. С тех пор мы продолжили общаться с ней. И она постоянно мне говорила, Юля, Юля, это твое место. Просто нужно попробовать еще раз, еще раз. Я тогда шла, я вспомню, Глебу клубнички, наверное. Это еще было. У меня лет 18 было, да? И потом мы с ней продолжали общение. Всего с моих 18 лет, получается, у меня сейчас 26 уже. Мы общались... Общаемся в достаточно длительный период моей жизни. И она мне постоянно говорила, Юля, Юля, это твое место. Мы, кстати, с ней снимались в проектах параллельно, да? Вот, к примеру, там Званный Ужин был. Я так горжусь ее победами. Вы просто не представляете. Это человек, который меня вдохновлял на протяжении всего времени. Юля, мне плохо, помоги. А что случилось? Я с мамой, с мамой, ссори, скажешь день, что мне делать? Ой, это переходный возраст, наверное. А сколько тебе лет? Как начались отношения с Игорем? Ой, знаете, как начались? Я пришла на проект, и с Игорем была такая история. Мы с ним... Это был парень, я помню, первый парень. Они с Юрой стояли в спортзале, когда мы подошли. Мы тогда с девочкой Кариной пришли. Когда мы подошли, начали просто расспрашивать о проекте, там, как здесь все устроено, как это работает. И он просто такой... Ну, милое общение было. После этого у меня начинались отношения с Юрой. Мы с ним всегда общались, и у него была тогда номинация. И я еще тогда с Игорем не знала, что мы будем вместе. Я встречалась тогда с Юрой, и я топила за Игорем, чтобы Игоря не выгнали, ну, потому что он друг Юры. Но тогда-то я даже не подразумевала, что это будет будущий мой молодой человек. Такое бывает. Я тебя обожаю, такой девушки у Игоря не было. Это... Это хорошо, что не было. Юля, правда, что Игорь мусульман? Нет, он христианин. Сколько тебе лет? Ну, скажи. Я же сказала, 26. 94-го года. Да, все у вас хорошо, только это место не для вас, простите. Либо экран так фальшивит людей. А почему, вот мне интересно, почему вы считаете, что это место не для нас? Не для меня, не для Игоря, или это не для нас в целом? Ему 25 будет, говорю. Юля, вы очень красиво и смотрите эти видео. Видно, что у вас взаимно. Но он не Игорь маленький для тебя. Он еще не дорос ментально для тебя. Ты можешь потерять интерес. Я не знаю. Понимаете, здесь как бы такое может быть. Я это понимаю. Потому что я ментально очень подкреплена к людям. Но когда есть чувство, эмоции к человеку, мне тяжело слушать и говорить о том, что будет. А вдруг такого не будет? Я не знаю, как это объяснить. Просто в такие моменты я становлюсь в ступор, потому что когда мне говорят, вот наше мнение такое, я всегда выслушиваю любое мнение, но только я проживаю эту жизнь и мне ее строить. Ты такая забавная, тараторишь, тараторишь, но это прикольно. Я тараторю, я такая тараторка. Я иногда говорю, Игорь, можешь мне заткнуть, потому что мне нужно просто замолчать. Причем у меня настроение меняется вот так. Я могу там сидеть-сидеть такая разговаривать, разговаривать. И поэтому люди думают, что я, кстати, играю. Потому что я могу разговаривать, разговаривать очень много. И после этого просто все. У меня нет настроения. У меня нет настроения. И люди думают, что я отыгрываю, а на самом деле это моя натура. Просто натура веселого человека. Лиса. Я сегодня до сих пор не сплю. Знаешь, как и меня это важно. Мой театр лучше в России. Мы выиграли высшую награду. Я делюсь с тобой. Господи, моя кошечка. Сразу закончить прямой эфир, запишу голосовое. Я на самом деле очень рада за тебя, правда. Я знаю, насколько тебе это важно, как ты идешь со всеми своими взлетами, падениями. Это бомбически, Джина. Ты лучшая. Я хочу, чтобы ты знала, ты лучший режиссер, постановщик, театрал. Ты просто лучшая. Я тебя люблю. Просто будь счастлива. Спасибо. Передайте Алене, что она заслуживает самого лучшего счастья. Пускай не пускай руки хорошие. Мама только ее показывает не в лучшем свете. Вот понимаете, здесь много людей выставляют в том свете. Кем они не являются. То есть, я понимаю, что вы делаете вывод по каким-то моментам того, что вы видите с экрана. Но это же не всегда за чистую монету нужно принимать. Хорошая девочка, хочется на тебя смотреть. Спасибо огромное. Ну, скажи, правда, Уманский был как проходной билет? Нет, говорю честно. Вот искренне, откровенно, положаю руку на сердце. Уманский не был для меня проходным билетом, потому что, ну, можно было взять там любого другого парня, да, как использовать как проходной билет. Я находилась дома. Я помню, как сейчас, смотрела телек и услышала... А, нет, я что-то делала на кухне, и я услышала голос парня, который мне понравился, как высказывает свое мнение. Я поворачиваю, смотрю, что это Уманский. А я буквально недавно уволилась с работы. Я, как сейчас помню, это было 16 марта, у меня стоит дата увольнения в трудовой книжке. Я как раз была в периоде таком адаптационном после работы. Я прилетела из отпуска еще только, и как раз сразу уволилась. И смотрю на Никиту Уманский. Я зашла к нему в социальные сети, списала с ним. И не говоря ему, что я уже отправляла видео-визитку, я отправила сразу. И сказала, что в YouTube Никите. Он такой, и все, я сразу приехала в Москву. Все. Покажи женскую. А я сейчас в своей комнате, я не в женской. Самое красивое. Спасибо огромное, мне так приятно. А глаза уставшие. Впервые слушаю тебя взахлеб и слушаю каждое слово. Джин, у меня на самом деле столько, что есть тебе сказать. Ты просто не представляешь, Джин. Я тебе просто... Я тебе запишу потом голосовое. Покажи женскую спальню. Я не могу женскую, потому что женская далеко отсюда. Так. Юрочек, спокойной ночи. Пойду защищать родину нашу дальше. Береги себя, обнимаю, целую я тебя. Доброй ночи. А где Макс и Алена? Они у себя, наверное, в комнате. То есть вы прекрасно смотрите, слушай своё сердце, а не нас. Вам жить и любить. Да, только нам жить и любить. Только нам, наверное, проходить какие-то... Какие-то жизненные моменты. Принимать опыт, я не знаю. Да всё понятно, что только мы строим сами свою жизнь. Можно много слушать мнений, можно много слушать людей. Но мнений людей, не людям проживать, как бы, да. То, через что проходим мы. Женщина должна разглядывать в рот мужчине, а у вас наоборот. Запишите мне, пожалуйста, голосовое. Сколько тебе? Мне 25 лет. Привет из Белгорода. Привет, привет из Белгорода. Я, кстати, родилась в Брянской области. Там рядом. Самая красивая девушка. Спасибо большое. Мне очень приятно. О, да, я тоже обычно говорю, говорю, но когда настроение пропадает, я молчу, и люди спадают супер. Да, у меня такое же. Причём это очень резко происходит. Приезжай с Игорем на Кавказ. Если вы нас приглашаете. Если вы нас приглашаете, то можете приехать и на Кавказ. Так, ребят, я думаю, что сколько мы с вами там общаемся? Уже давно или нет? Тут что-то я не поняла. Привет из Зеленограда. Привет, Зеленоград из Москвы. Из дома два. А сколько лет? Игорь, будет 25 лет. Такая хитрая. Почему хитрая? Отчего? Два года у вас разница. Нет, у нас год разница. С Игорем у нас год разница только. Привет, привет. Слушайте, вообще я считаю, что разница в возрасте, это момент такой. Бывают люди там в 25, они на 35 рассуждают. Всё зависит, наверное, от того опыта. От экспириенса. Юля экспириенс здесь. Меня здесь все называют Юля экспириенс, кстати. На сколько времени выдают телефон? Нам выдают телефон утро. О, на ночь. Только на ночь. Тоже хочу на дом 2, но я не вывезу. Здесь сложно. Здесь очень сложно. Очень сложно. Очень, очень, очень. Очень, очень. Я бы сказала, просто писец. Как сложно бывает порой. Но эти сложности, они человека настолько просто закаляют. Вы просто не представляете, какая происходит прокачка. И я настолько благодарна этому месту. Пока за месяц и две недели я так себя прокачала. Я прям чувствую это. Прокачала я, прокачали меня ребята, которые здесь находятся. Даже каждому негативному мнению я просто очень благодарна. Юля, спасибо за ответы. Вы искренний человек. Спасибо огромное. Мне так приятно. Блин, ребят, мне очень приятно. Правда, каждый комментарий, который вы пишете, да даже когда мне негатив пишите, я там читаю, думаю, мои вы сладкие. Иди, я обниму так. Давно не была леди на проекте, смотрю с удовольствием. Ну, я тебе скажу так, у меня не все поступки леди. У меня пошел мат уже, я прям чувствую по себе, какие-то там матерные слова пропускаю, когда мне не свойственно это. Потому что всегда очень сдержанная. Вот селена эта ситуация, у меня рука проходит, только вот заживает, видите, и странно. То есть, да, за которые мне немножко стыдно. Юлька, не слушай никого, вы клевая. Благодарю. Спасибо. Моя, 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 самая честная девочка, слушай, но решай сама и знай, главное, что для нас ты самая любимая. Не правда все не перед ними. Спасибо, моя хорошая. Господи, моя сестра и моя Джина, это просто... У меня утро начинается с просмотра сообщений, написание быстрей Джине, сестре. Джине, сестре, сестре, Джине. И потом чей-то дня тоже. Я каждый раз на тебя, какая ты хорошая. Мне очень приятно. Спасибо. Юля, ты уже была на Дом-2 раньше? Я была на Дом-2 раньше, я была в 2018 году на проекте Дом-2, не знаю, два дня, наверное, или полтора дня, что-то около этого. Да, приходила я к штриху, вроде бы, да. Но там у меня была история с Ильей Иваровым. Ну, не такая история, там определенная ситуация была. Вот с Ильей Иваровым, да. Сложность в чем? Морально, ментально, психологически. Ой, во всем, господи, во всем. Физически тяжело. Морально вообще. Просто когда там есть люди, у которых разумение... Это не передать словам, это нужно прочувствовать, просто прочувствовать. Когда там тебе будут говорить, ой, там сложно, 24 часа на 7. Ты еще живешь 24 часа на 7 с людьми каждый день, одно и то же, просто каждый день. И вообще не все это вывозят. Если вывозят, то это настолько прокачивает. Я даже низкий поклон всем людям, которые живут здесь долгий период времени. Юлька, ты очень классно, мне очень приятно, спасибо. Красиво, очень спасибо, ты классно, спасибо, кукла, спасибо. А что с Селеной было? С Селеной была драка у нас. Да, я пришла разбираться к ней в 4 часа утра. Видишь ли ты дальнейшую жизнь с Игорем? Я скажу так. Я вижу дальнейшую жизнь с Игорем, но нам нужно делать большую работу над нашими отношениями. Конечно, блин, он как мужчина меня... Он просто шикарный мужчина, правда, он очень шикарный, правда. В своих воспитаниях, в своих, не знаю, действиях, подачах. Он очень добрый. Но есть определенные моменты, которые, пока я не понимаю, это его натура, это его внутренность, либо это просто реакция, определенная на ряд ситуаций. Юлечка, я пойду спать, буду вас смотреть эфиры, смотреть эфиры, и в институте сладкий сно, и ты тоже отдыхай. Спасибо огромное. Я вижу, какая-то красавица, она мне супер-супер в белом бадлоне пишет, и мне очень приятно. Спасибо, доброй ночи тебе. Так, ты пьяная? Я? Окей, пусть я буду пьяна. Нет, но я трезвая. Я за руку твою Селена ответит уходом. Все, кстати, возмущены, почему Селена здесь не номинирует большое количество вопросов. У меня нет ответа на этот вопрос. Селена строит отношения, чего она на проекте делает, только бьет всех и орет. Я не могу дать вам на этот вопрос. Здесь много, ну не то, что много, но здесь есть люди, которые тоже находятся без отношений. Селена относится вот к ним. Пусть тебя Бог хранит, самая хорошая девушка. Спасибо огромное. Юль, что делать, если мужчина бьет, когда выпьет? Я думаю, что бежать из таких отношений. Потому что, если у вас вдруг будут дети, да, в дальнейшем, я не знаю, какая у вас ситуация. Он будет поднимать, продолжать руку, но это будет вообще кошмар. Как думаешь, если мне в 17 лет и не было отношений, стоит загоняться? Да нет, конечно, не стоит. Всему свое время, просто нужно, ну всему свое время. Твой человек тоже придет на это. Научить краситься, Юлька. Обязательно, обязательно. Есть вещи, которые нельзя говорить. Например, какие вещи? Касательно чего? А когда трезвое золото? Ну, знаешь, что у пьяного на языке, то трезвое на уме, я скажу тебе так. Не делитесь, вы же выше всех этих каналов, если, конечно, это нужно для эфира. Ой, я все про драки, вот честно. Я в своей жизни ни разу не дралась. Ни разу просто, ни разу. Что-то говорит, что Селена... И тут, хоп, на паре 2, 2, все случается впервые. Что-то говорит, что Селена изменилась, стала норма. Это правда? Ну нет, Селена как была, такое осталось. Она не менялась. С тобой общаться на удовольствие. Спасибо. Когда поедут, вашу драку Селена... А, покажут. Я не знаю, когда. Мне кажется. Либо в понедельник, начинал, либо во вторник. Делала давление... Удаление комков Биша? Нет, не делала. Биша или Биша, как правильно, не знаю. Нет, не делала. Николи больше того портит твою внешность. Хорошо. Большие губы? Мне кажется, маленькие губы надо еще уколоть. Лиса, я скажу, главное. Так, и вот тадададам, барабанная дробь. Игорь там кушает с Безусом. Ну хорошо, пусть кушает. Ладно, я пошла спать спокойно. Очень красотка. Сладких снов, доброй ночи. Когда приходила на проект Никите, думала, что в итоге будешь с ним, а не с Игорем. Мне, когда пришла к Никите, он вообще мне очень понравился в первый вечер. Вообще, мне так понравился. Потом, ну, потом просто... Нужно мне не проскочило, наверное, вот этого вот коннекта. Привет, привет. Спасибо за ответ, это умничка. Игорь, ты очень добрый... Очень добрый, счастья вам. Очень добрый парень, счастья вам. Он очень добрый, очень добрый парень. Вот это качество... Я долго задавалась вопросом, почему Игорь? И могу сказать, что это качество было у моего отца. Вот мой отец был очень добрым мужчиной. Очень добрым. Вот этот настолько человек, который, не знаю, он мухи не мог убить. И вот поэтому у меня... Вот сейчас уже спустя там месяц, я понимаю, что я нашла это качество в Игоре. Он такой, он настолько добрый человек. Почаще выходите в эфир. Хорошо, будем стараться. Ты совсем другая, ты глубокая, настоящая. Блин, Жин. Вот знаешь, когда мне пишут, типа, ты отыгрываешь эту ситуацию, ты отыгрываешь ту ситуацию. И я говорю, господи, вы просто не знаете, какая я за периметр. Мне просто хочется вот пойти, например, даже Игорь говорила, пожить с тобой там, например, неделю, да, за периметром. Что ты посмотрел, что я вообще такая же. Просто копия того, что происходит здесь со мной. Чаще выходи в эфир. Окей, мы будем стараться. Как считаешь, поведение Яны по отношению к Захарному? Я просто так же общалась с парнем. Это не зло, но такой сарказм. Смотрите, я скажу следующее. Вот я буду говорить правду. Оскорблять мужчину и оскорблять женщину взаимно, это ненормально совершенно. Потому что пропадает ремьер, пропадает уважение друг к другу. Но если люди живут в этом, значит, они любят друг друга, им комфортно в этом жить, понимаете? Это уже другой вопрос. Как сыгрим? С сыгрим хорошо. Ругаемся, миримся, миримся, ругаемся. Давайте решаем проблемы с котиком своим. Решаем. О, Света, привет! Доброй ночи, Светочка. Доброй ночи. Поздороваемся все с мамой Игоря. Она с нами. Давайте познаем какие-нибудь вопросики. Она становится ответить на них. Спасибо. Пожалуйста. Не надо губки Зая сейчас красиво в меру. Блин, я бы хотела еще добавить, на самом деле, губ. Это знаете, как вот есть такая тема операций пластических. Когда ты сделала одну, вторую, третью, тебя начинает нести. Это реально зараза. Тяжело на проект попасть? Слушайте, не тяжело, потому что если ты яркий участник, то не тяжело. Все реально. Нужно записать ему хорошее видео, отправить его с позиции, грубо говоря. Умничка, оперативный. Ой, что такое? Отперетен ты сейчас на вопрос, не пропускаешь ни одного сообщения? Конечно, я стараюсь с каждым из вас пообщаться. Я же не просто нам для массы здесь сижу, а для того, чтобы реально пообщаться, понять там ваше мнение со стороны, послушать. Мне это важно. Ты пришла очень эффектно, такая женщина, такая ухоженная в шляпке. Помню, что только тогда один человек против тебя голосовал. Это было капли. Ну, капли. Ну, конечно, конкуренция. Конкуренция святого дела. Игорь непосредственный, он добрый, симпатичный и не конфликтный. Достойный, одним словом. Будьте и дальше образцовыми. Вообще, вот по поводу Игоря, по поводу того, что он не конфликтный, там, вот так на самом деле есть. Он добрейший души человек. Он обходит любой там конфликт с ребятами. У него есть своя чёткая позиция в плане там дружбы. То есть вот это человек, на который можно положиться в любой ситуации. Это правда. Но вот мне порой не хватает, как сказать, какой-то, наверное, жёсткости в принятии решений. Вот чтобы качелей не было. Понимаете, о чём я говорю? Когда вот есть качели, то есть мы начинаем думать, а как вот лучше, так или так, так или так. И как бы в итоге мы начинаем обсуждать это. И потом меня выставляют, как будто я учительница, потому что я рассказываю, вот как лучше, так или так. А на самом деле всё просто. Мне хочется порой, чтобы вот он сказал, вот будет вот так и так. Всё. И мы не рассусоливали больше ничего. Ты самая добрая, прям такая сырная парочка. Спасибо огромное. Привет, Оз, Димочка, привет. Как ты там? Мы хорошо. Как ты, расскажи? Ты одна отвечаешь на все вопросы, только вопросы не сдаёшь, а ты ответишь на них. Просто вообще лучше на проекте. Спасибо. Только из-за этого можно меня любить. Спасибо. Как Селеночка? А ты напиши Селеночкой и спроси, как она. Нет продолжения отношений, если любящие друг друга посылают. Посылать это жёстко. Посылать это жёстко, потому что потом придёт какой-нибудь, не знаю, пик, и люди всё равно разойдутся, по моему мнению. Доброй ночи, моя кошечка. Доброй ночи, Светочка. Как настроение, как сегодня прошло? В воскресенье. Ты уже проснулась, что ли, там? Вы довольны, Юлий? Свет, ты довольна мной? Мама Игоря в эфире. Здрасте. Ваш сын золотце. Мама Игоря. Ваш сын золотце. Давно таких адекватных девушек не было. Спасибо огромное. Юля, у тебя были когда-нибудь панические атаки? Я в этом учусь скажу. Нет, никогда не было в моей жизни панических атак. Я не знаю, что это такое. Вообще, слава богу. Хорошо, если я не буду никогда знать. А яркость чем заключается? У тебя длин... Что длин? Яркость? Не поняла вопроса? Мама Игоря с нами. Мама Игоря с нами. Давайте познаем маме Игоря вопросы. Я очень довольна Юлией. Они мои пупсики. Мои сладкости. Свет, короче, сегодня я тебе расскажу честно. Такая ситуация. После вчерашнего лобного. Меня сегодня снова пригласили на тет. Я просто устала это слушать. Я просто устала это слушать. Сегодня на тет у меня один. У меня уже одну на тет зовут. Я уже все. И мне как бы преподносят то, как выглядит со стороны. Я там девушка, любовница, воспитательница, няня. И все в этом плохо. Меня это совершенно не устраивает роль. Я не хочу быть ни для кого воспитательницей, учительницей и прочего. И как бы, ну, понимаешь, Свет, о чем я говорю? И когда мне это говорят, я говорю, блин, я не хочу. Ну, что, что происходит? И мне говорят, нет, вот есть такие-таки нарезки, где это происходит. Вот я не знаю просто. Ну, просто хочется замолчать и вообще ничего не говорить. Ничего. Потому что, чтобы я не сказала, восприняется, как будто я даю уроки. Большой губотолщик не надо. У тебя верхняя практически не двигается. Ты без этой красивой девочкам. Спасибо. Все, тогда на время можно еще выдохнуть, не добавлять ничего. Я сенсат в раланкин, пока тишина. Или туда не просматривают. Я не знаю, про счет у нас ты. Вообще не знаю. Ой, прости, не дописала у тебя такие длинные волосы шикарные. Ой, спасибо, спасибо за длинные волосы. Но они, правда, не мои. Но я, честно говорю, я максимально честно всегда. Юлечка, мама Игоря очень довольна тобой. Ей в эфире написал, ты зефирка клевая. Спасибочки. Юр, во сколько тебе лет? 26 миллиметров. Юль, сейчас узнаем, насколько ты знаешь, Игоря. Знаешь ли ты, кем Игорь хотел стать, когда вырастет его любимое блюдо? Ну да, хотел он стать футболистом. Но он это еще... Хотел узнать футболистом всегда. А насчет любимого блюда? Ой, он любит борщ. Любит борщ. Но у него нет какого-то какого-то определенного. Но борщ он любит. Да, видно по Игорю, что он добрый. Не требует пока большего от него. Время покажет. Понимаете, здесь такой момент, не требует от него большего. Просто для того, чтобы находиться в отношении в дальнейшем, нужно, чтобы это была какая-то взаимность. А когда мы будем просто сидеть там и ждать какое-то время, должна же быть какая-то динамика, правильно? Тем более на проекте. На проекте здесь такой момент, здесь день за трое суток, наверное. Привет из Баку. Приветики. У меня девушка со вкусом видно, что эстет. Она без вас разберется. Нужны ей пухну губы. Ну, пусть люди попишутся. Высказывают свое мнение. Она не со мной. Она со мной не общается. Ну, что делать? Ну, я не знаю, что тебе ответить на это. Спасибо, ребятки. Разумная девочка, очень искренне. Спасибо, дорогие мои. Господи, я, если честно, после эстера с Еленой и после ситуации с Андреем Палоном в мою сторону просто одно. Юля, бесец, что ты делаешь? Как это столько хейтеров? И тут мне столько приятностей пишут. Реально. Мне завтра, пока я общаюсь, мне не написал. А, только написал какой-то бред, там, один парень. Все остальные мне пишут только позитив. Это просто. Я не знаю, то ли я такой реально позитивный человек и добра. Но я вообще, я не идеальная. Вот все говорят, блин, ты идеальная. Я говорю, я не идеальная. Спокойной ночи, сладких снов. Несон президента про зомби-апокалипсис проснулась. О, так, это, наверное, яркий день был. Мама Игоря, у вашего сына потрясающая девушка. Спасибо. Мне, на самом деле, маме тоже очень нравится, Игорь. Очень-очень нравится. Ногти очень классные. Спасибо огромное. Вот ногти у меня. Юлька, без субординации с мамой Игоря, вы договорились так общаться? Смотрите, по поводу моего общения с мамой Игоря. Когда я знакомилась с мамой Игоря, я задала вопрос, как ее зовут по отчеству. Потому что я, ну, не привыкшая общаться там с людьми старше меня, да, без отчества. И он сказал, никакого отчества не нужно. И потом я спросила непосредственно, я сначала на вы общалась, Света, Света, Света. А потом я спросила у нее непосредственно, могу ли я вообще общаться к ней на ты, то есть комфортно на вы ли. Она говорит, нет, общаясь вообще на ты, поэтому я с ним общаюсь на ты. Мама Игоря, вы довольны поведением своего сына на проекте? О, адвокат Викторов, привет, я так рада тебя слышать, привет, как дела? Блин, я так давно тебя не слышала, не видела, как у тебя дела? У тебя такое иностранное, испанское, скажет что-нибудь, помню свой разговор с Натей, круто разговариваешь. Я рада вас видеть, господи, приветики сладкие, как делишки. А не теряйте такую девушку, лучше ваш сын не найдет. Вот, это приятненько, так, спасибо, привет, привет, как дела? Дела супер, как у вас, как настроение ночное? Блин, уж так долго с вами разговариваю. Поймите, это проект, нужны рейтинги, а вы слишком хорошая пока, пара спокойная. Мы это понимаем, мы понимаем. Почему ты в куртке сидишь? А, я сижу просто здесь сквозняк, я, вот здесь балкончик открыт, поэтому я в куртке. Так, рожайте на проекте, это выгодно, сейчас похоже. Столько беременюшек, не, я рожать не готова, для меня дети, это просто что-то невероятно, невероятно такое святое. Нерви, Юлька, нервы себе не слушают, какая-то неучительная. Да я понимаю, блин, ну просто, понимаешь, Свет, это как бы выходит так, что я, к примеру, я не просто задолбалась. Я, Свет, если честно скажу, я задолбалась. Просто задолбалась, потому что сначала история была, что вот Игорь там в чем-то не такой, то не так. А теперь я не такая, потому что я учительница, я там нянькуюсь. Я не хочу ни с кем нянькаться, я хочу нянькаться со своим сыном в будущем, если у меня будет сын. Понимаешь меня как девочку? Я просто, я хочу, понимаешь, две недели, я не буду просто, нельзя говорить в эфире, там, да, вот сейчас прямой эфир, потому что неделя запаздывает события. Просто две недели, это, ты понимаешь, в чем я. Сейчас продолжение. Сереге надо было пора ожидать, это проектная, я не буду такие, слова читать. Ну, вы, ну, я не буду читать. Юля, откровенно рада, что вы с Игорем остались. Ой, спасибо огромное. Как вы думаете, кого номинируют на этой неделе? Кстати, как вы думаете, кого номинируют на этой неделе? Ну, вот, которая сейчас была. Я уже за минуту от вас встала. Вот видите, я говорю, Игорь, как ты меня терпишь? Если люди от меня за минуту устают. Я не всегда довольна, иногда через... Вот, Света, вот, вот, это я говорю, господи, вот эти слова я ему говорю, блин. Света, ты не поверишь. Я не скажу, вот... Блин, Свет, блин. Ты просто зришь в коре. Я хочу написать тебе сообщение, там рассказать некоторые ситуации. Так, мне нужно бежать участников вселенной тоже, они все классные. Тарторка, тарторка, это я. По-итальянски изучаю, он очень легкий, помню. Ой, очень легкий, реально. Милена после расставания хотела покончить жизнь с уйти домом. У вас есть привязанность к мужчине такая же? Нет, вообще нет. Я считаю, что в нашей жизни две вещи, которые всегда постоянны. Это родители, дальше дети. Дети, родители, ну, один уровень, нет приоритетности. Мужчины, мужья и так далее. Это вещи, которые... Я ничего не хочу сказать, но это приходящие и уходящие вещи. Ты погружаешь в человека, ты можешь проецировать с ним прекрасное будущее, но никто не знает, что будет завтра, потому что это голова чужого человека, а чужой мозг — это потемки. Не слушай никого, ты клевая. Спасибо огромное. Я тебе понимаю, о чем ты. Вот, Свет, блин, на самом деле реально огромное тебе спасибо, потому что вот сегодня там ситуация... Я тебе напишу голосовое. Я напишу голосовое. Селена, мы сегодня разговариваем, да, мы завтра с ней лично переговорим. У нас там суперклассная идея появилась. Мы хотим все девчонками лететь, кто-нибудь за границу. В трип, как только откроют границы вместе. Селена говорит, я с вами, я с вами, вы меня возьмете. Пупсик на доме 2. А кто со мной разговаривает? Для кого я пупсик, простите? У меня имя есть, у меня Юля зовут. Юля говорит об учительнице, потому что Игорьку нужно возмужать. Я не хочу никакой, ну, блин, учительница. Я не хочу, блин, это не устало реально. Не кричи, пожалуйста, башка болит. Не слушай меня, пожалуйста, и выйди из моего эфира. И не кричи, пишется раздельно. Нет, глаголами. Номинирует Селена, возможно, Ромашова. Это на эту неделю, вы так думаете, да? Дождитесь в среду, и в среду будет прекрасно, интересная очень номинация. Просто я вам советую, посмотрите в среду номинацию. Ты такая тароторка. Тароторка, это я. Ромашова номинирует, наверное. А ты еще не ушла спать, кстати. Блин, ты такая тароторка супер. Мы вас прекрасно понимаем. Мы все хотим счастья в жизни. Но не всегда бывает так, как нам хочется. Это я согласна. Есть внешние факторы, которые не могут на это повлиять. Девочки, здорово, что у вас коннект с мамой Игорем. Да, это вообще очень здорово, реально. Это очень здорово, правда. Я настолько ценю вот это, что я могу переговорить с ней. Я знаю, что самый близкий человек Игорь, я могу переговорить с ней на любую тему. Собственно говоря, что я хочу сейчас делать после того, чтобы закончить прямой эфир. Не кричи, сколько тут советчиков. О, не говори. Мне кажется, что номинирует Селену, но типа у нее нет отношения, во-первых. И во-вторых, из-за нее драки еще Захара. Ребят, я вам открою небольшую тайну. Голосование будет капец каким жестким. На этой неделе номинация будет просто супер жесткой. Супер жесткой. Поэтому, ребятки, смотрите в среду. Вы будете все в шоке от номинации. Да. Я тоже, только вчера, кстати, мы разговаривали по видео с мамой Игоря. И она говорит, я вот такая же эмоциональная, такая же тараторка. Это нас, это... Она меня понимает как женщина, потому что мы с ней похожи. И мы после разговаривали с Игорем. Он говорит, ты мне вызываешь такую же реакцию, когда меня мама бесит. И ты так же меня бесишь. Мы женщины такие. Ребятки, я уже не знаю, сколько с вами. Я уже, наверное, больше часа разговариваю. Так что я пожелаю вам хорошей ночи, доброй, сладких снов. Сейчас напишу голосовые моим любимым девочкам, Светочке и Джимночке. Черная метка попадет, наверное, Даню. Все, посмотрите. Владка Доня все-таки расстался с Хсенией. Расстался, да. Владка Доня в одиночестве теперь. Здравствуйте, здравствуйте. Я уже прощаюсь со всеми, поэтому я желаю вам доброй ночи, сладких снов и до новых встреч. Пока-пока. Попрощаемся все вместе. Света, вы даете протухание игры или тактичь старайтесь намекнуть? Это вопрос к Свете. О, я кого хочешь подбишу. Кого, Света? Юлечка, я тебя так люблю, но мне кажется, что Игорь тебе не пара. Почему, Катенька? Катюшенька, почему? Мне очень приятно, что вы мне пишете такие вот... У меня просто подписчики бомбовские, потому что мне не пишут негатива в прямых эфирах. Мне пишут столько позитива. И я такая думаю, мне это так окрыляет, ребят. Правда, спасибо вам огромное. И на этой прекрасной ноте мне нужно идти спать, принимать душ и спать. Поэтому все, всем сладких снов. Пока-пока.